Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях писатель Сергей Ширгунов. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте. Сразу же пришел вопрос из Ярославля к вам. Вы лично подписали бы письмо в поддержку Савчинга? Поддерживаете ли вы Лесневскую в обращении к президенту по этому поводу? Ага. Ну, во-первых, что значит в поддержку? С этим тоже нужно разобраться. Давайте. Значит, первый аспект нормальный, человеческий, гуманитарный и гуманистический. И в этом смысле у меня абсолютно понятна позиция Эллы Александровны Памфиловой, которую я уважаю и которая взяла сразу же под контроль положение дел с человеком по имени Надежды Савченко. Это абсолютно понятная ситуация. И, собственно, вообще, кстати, на полях нашего разговора замечу, что если Памфилова еще вдобавок с ее открытостью, на мой взгляд, эффективностью и демократизмом займется системой наших выборов, в каких-то аспектах станет проще. Потому что, по крайней мере, она человек, который готов отвечать за происходящее, нормально общаться с прессой, реагировать на обращение к ней. По крайней мере, мой личный опыт, связанный с защитой тех или иных людей, об этом свидетельствует. Слушай, прощение, здесь не могу не спросить. В этом смысле предыдущее руководство избиркома вас не совсем устраивает? Ну да. Понятно. Значит, у нас вообще давняя тема выборов в России, по-моему... Мы к ней должны вернуться, но давайте закончим Савченко. По-моему, у нас единственные нормальные выборы прошли только в 1990 году. Вот мне так кажется. Но к этому можно будет еще вернуться. Хорошо. Возвращаясь к теме поддержки Савченко. Возвращаясь к Надежде Савченко. Есть и другие аспекты в этой истории. Это, во-первых, приговор, который еще не прозвучал. И от того, что Надежда Савченко до приговора решила объявить голодовку, конечно, вызывает сочувствие к ней. Но, тем не менее, сопровождается, на мой взгляд, массовой истерией, как в соцсетях, так и в определенных СМИ. Просто вот другой новостной повестки нет. Я знаю просто, что десятки людей одновременно сейчас держат голодовку. Безвестных граждан России, которые говорят, что они осуждены несправедливо, что с ними плохо обращаются в тюрьмах и лагерях. И, к сожалению, эти люди остаются вообще вне всякого поля внимания прессы. Вы сейчас как-то очень упрекаете наших правозащитников, которые, насколько я знаю, работают днем и ночью. Не все. И есть ощущение, к сожалению, сохранившееся с 90-х годов, что очень многие правозащитники заняты исключительно, так сказать, резонансными делами, связанными с идеологией и политикой. Так вот, дело Савченко в значительной степени идеологическое и политическое. Говорю я, старательно подбирая слова, поскольку всякому человеку сочувствую. Но точно так же я сочувствую и мирным жителям Луганска и других городов Луганской области, которые подвергались известным обстрелам. И когда гибло огромное количество людей, кстати говоря, последний репортаж нашего российского журналиста Корнелюка, который работал вместе с оператором Волошиным, был как раз посвящен немотивированному, безрассудному обстрелу территорий Луганской республики. Надежда Савченко, это никакой не Агнес, как бы не бились в, на мой взгляд, лицемерной подучей или в результате некого астероидного самоподзавода многие ее поборники и защитники. Это человек, который всю жизнь сознательно воевал, сознательно отправилась в Ирак. И в качестве кого она отправилась на территорию Луганской республики? Ее что-то отпослали? Нет. Она сама записалась в батальон под названием Айдар. Но с точки зрения того, что все на Украине сейчас переименовывают, наверное, Айдар надо переименовать в Гайдар. Так вот, с точки зрения Amnesty International, несмотря на то, что всегда есть вопросы к их выводам, но даже с их точки зрения Айдар занимался военными преступлениями, причем совершал их в большом количестве. Это пытки, это расстрелы, это добивание раненых. Есть свидетельство священника, который вырвался из плена, из плена, где ломали кости, где пытали людей. Он рассказывает, что опознал Надежду Савченко, которая над ним издевалась. Это не является частью судебного разбирательства. Почему? Это не важно. Почему или как? Это важно. Вы сейчас обвиняете человека, говорите, что есть свидетель. Он есть. И говорите, что человек... Известная военная фамилия, он дал открытые признательные показания на видео. Вы говорите о том, что эти материалы не рассматривают судом. Почему это не важно? Давайте не будем сейчас приопираться. Я думаю, в том числе потому, что этот священник, может быть, из благородства, решил не превращать свои свидетельства в юридически обоснованные показания. Он просто поделился с журналистами этой истории. И больше того... Непонятно. Когда человеку грозит 23 года тюрьмы, хочется понять, за что. Если те обвинения, которые выдвинуты, вы считаете недостаточно состоятельными, предлагаете другие, то скажите об этом. Смотрите, Ольга. Что касается самой сути дела. Я не специалист в этом деле. Я знаю обвинения Следственного комитета, который говорит, что есть биллинг мобильного телефона, что Савченко была наводчицей, что с ее ведомой при ее участии в зону обстрела попали наши журналисты. Есть недавнее заявление госпожи Савченко, который, кстати, напомню, позывной «Пуля», которая публично говорила, что убивала людей. Так вот, есть ее заявление о том, что журналисты сами виноваты. Ну, сами виноваты журналисты, потому что нужно было носить каски и бронежилеты. Причастна ли конкретно Надежда Савченко к убийству этих журналистов, я не знаю. У меня нет оснований слепо верить заявлениям следствия и суда. Тем более, что были материалы адвокатов, которые кое-что опровергали. Я просто единственное, к чему призываю, налепить политизированно икону святомученицы из женщины с позывным «Пуля», добровольной участницы нацистского карательного батальона по названию «Айдар». Это ваше оценочное суждение. Нет, «Айдар» придерживается ультра-националистической украинской идеологии. И большое количество людей, которые действительно... Сергей, другой вопрос. Значит, нацистские салютуют и исповедуют человек-неоргические взгляды. Находятся в руководстве этого батальона. Мы, Российская Федерация, находятся в состоянии войны? Нет. Что касается юридических аспектов всей этой истории... Почему одна Савченко из всего батальона «Айдар» должна отвечать за гибель журналистов? Вы знаете, для меня самого до сих пор логика с тем, что решили разбираться конкретно с Надеждой Савченко, не до конца ясна. Скажу вам честно. Если войны нет, почему есть военнопленные? Очевидно, что так или иначе это все-таки было связано с трагической гибелью наших журналистов. И когда нужно было установить, кто же все-таки убил журналистов российских правдов... Но ее не обвиняют, потому что она их убила? Нет, ее обвиняют, потому что она была корректировщицей огня и сознательно... А кто огонь-то ввел? Ну, кто? Украинские силовики. Почему тогда осуждена эта? Ее обвиняют в том, что она сознательно, зная, что там находятся наши журналисты, безоружные люди с телекамерами, дала установку бить вот по этому квадрату. Я повторю, я не знаю, причастна она или нет. Я больше того вам скажу, вот лично я, несмотря на все то, в чем ее обвиняют, несмотря на все то, что творили на этой территории, потому что наши гуманисты, правозащитники и любители свобод, а также Надя Савченко, всегда относились равнодушно к гибели, ежедневной гибели десятков и сотен людей, мирных жителей там. Это вообще не входило, как правило, в новостную повестку. Ну да, что-то, к травоту убили, женщины, детей, стариков. А вот Святая Надя, да. Так вот, я... Оставшиеся секунды скажите. Вы готовы выступить в поддержку в какой степени? Я считаю единственное, что нужен честный, нормальный суд. Этот суд вас не устраивает. Если она не причастна к этому преступлению, тогда надо снять с нее обвинение. Я вообще скажу вам больше. Я сторонник обмена Надежды Савченко на двоих россиян. Вот. Это Сергей Шаргунов, писатель со своим особым мнением. Это одноименная программа. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. На студии писатель Сергей Шаргунов, который вначале уже в скобках как бы заметил, что изменения в руководстве избиркома считают положительными и позитивными. Я так понимаю, что ближайшие... Ну, пока еще не назначено, Элла Александровна. Да. Но возможные изменения вам как-то радостны. Вы хотите сказать, что предыдущий глава Центра избиркома вас не устраивал. Чем именно? Я хочу еще раз повториться. На мой взгляд, последние честные выборы в России были в 1990 году. Так. Вы хотите сказать, что у нас Владимир Владимирович Путин нечестно выбрали? Ольга, это ваша любимая игра. Значит, поговорим о президенте. Почему? Так его же на выборах выбирали. Вы говорите, что выборы с 90-го года были нечестные. Я считаю, что все выборы Российской Федерации, которые мы наблюдали после выборов Верховный Совет России, они проходили так или иначе в атмосфере либо соответствующей телевизионной поддержки и пропаганды, либо в условиях определенных... Неравного доступа к кандидатам. Разборок с теми или иными кандидатами. И проблема многих наших, значит, прекраснодушных сторонников свободы в нежелании видеть истоки тех значительных, существенных проблем, которые мы получили сегодня с нашей избирательной системой. И, разумеется, я последовательно критикую все случаи, когда по надуманным предлогам человек не допускают к выборам, снимают с выборов. Слушайте, ну, у нас это на протяжении там нескольких десятилетий продолжается. Слушайте, какой пример у вас в этот момент перед глазами? Слушайте, ну, если проводить экскурс в историю, то сразу вспоминаются, например, выборы 93-го года, когда, значит, все те... А если поближе? Ну, сейчас можно я это скажу, а потом поближе, да? Потому что в этом большая проблема, и мы все во многом наследники того, что было заложено именно тогда. Потому что избранный тогда Верховный Союз оказался разогнан, расстрелян. Точно так же и съезд народных депутатов СССР. Первое... Тоже расстрелян? Разогнан, беззаконно. Я понимаю, что иногда можно и поиронизировать на тему расстрелов, когда речь не идет о правильной украинской потребности. Вы сказали с того начала. Вы считаете, что с 90-го года честных выборов не было? Я считаю, что была проблема с референдумом по Конституции 93-го года. Большой вопрос, была ли там явка 50%, эти бюллетени были немедленно уничтожены. Те силы, которые поддерживали... Сейчас боюсь спросить, а в Крыму-то референдум тоже мог быть с ошибками? Вы знаете, что касается Крыма, вот я только что вернулся из Севастополя. Мне кажется, что ваш вопрос очень странный. Почему странный? По очень простой причине. Вы сейчас говорите, что у нас избирательная система вся уже в Москве никуда не дарится. По очень простой причине. Потому что вот я буквально сегодня посмотрел замечательный репортаж украинской журналистки, которая специально приехала в Крым, ходит по улицам и по городам с камерой и задает вопрос, что на русском, на украинском каждому встречному. Как вам живется за эти годы? Стало ли вам хуже? И что вы думаете по поводу того, что Крым ушел из состава Украины? Ну, вот под 90% встречных ей людей... Согласен, что это не референдум? Она не показывает... Нет. Референдум в Крыму, на самом деле, это то явление... Вы меня сейчас сбили на тему референдума, об этом можно поговорить хоть целую передачу. Это то, чего добивались напряжения 20 лет крымчане. И оказывается, что люди русские, люди, которые тянутся к России, это как будто люди второго или третьего сорта. Им снова и снова в этом праве отказывали. Сегодня европейцы, немцы, французы проводят периодически полюбисциты, делают цитологические замеры в Крыму. Нравится это кому-то или не нравится. Абсолютное большинство людей, абсолютное, то есть 90%, ну или там под 90%, верно своему выбору воссоединению с Россией. Вернемся к проблеме наших выборов. Разумеется, вот те, кто поддержал парламент в 93-м году, а это были люди и демократических взглядов, ну, такие, как, например, Олег Германович Румянцев, кстати, соавтор Конституции, но предлагавший ее более демократический вариант с большей ролью парламента, это там и Виктор Аксючиц с Российским христианским демократическим движением. Их всех жестко отсекли. Просто запретили участвовать. Я напомню, что по тогдашнему президентскому указу у нас, во-первых, выборы вроде бы назначались на 12 июня 94-го года, президентские, а потом хозяин своего слова решил и отменил выборы на два года. Я напомню, что, собственно, и Компартию решили тогда не допускать до выборов. Но в последний момент, причем голоса некоторых зарубежных деятелей повлияли. Ну, до чего вы, ребята, докатились? Вообще никого не допустите. Вот такая была Орловская зачистка. Но в итоге народ проголосовал за Жирика, что дало повод известному критику и литератору воскликнуть, что Россия это одурела. И многие наши глубоко чтимые либералы до сих пор не понимают, что это не одурение, а естественный протест. Если вы, знаете, парламент, если вы уродуете выборную систему, то вы получаете соответствующий ответ. И дальше были выборы 96-го года. Потом, уже дальше, прошло довольно много лет. Как мы помним, значит, на салфетке готовился указ о распуске государственной Государственной Думы. Дальше, значит, прошла просто фальшивая кампания, когда над страной издевались и осуществили насилие. Но теперь-то парламент нормальный. И все это было заложено именно тогда. Нет, конечно, именно поэтому я был не согласен с выборами, проходившими в 2011 году. И позиция, кстати говоря, партии называвших себя левыми, да всех и без исключения, что у них отрезали голоса, отобрали. И вы с этим согласны? Она была засвидетельствована в протоколах. Я считаю, что нам нужно менять в принципе все. Нам не нужно менять шило на мыло. Проблема в том, что нам действительно нужна нормальная, полноценная, серьезная дискуссия. Нам нужен допуск разных сил. Прекрасно. Я стоял и стоял на этой позиции. Сергей, самый главный вопрос. Вы идете на выборы? Лично? Как кандидат? Да. Пока у меня никакого решения на эту тему нет. Пока предложений я не получал. Я слышал, вот Алексей Алексеевич сказал в эфире, беседуя с Сережей Бунтманом, что у него инсайт. Я сейчас зашел к ней диктал и говорю, что за инсайт. Он говорит, вот сказали, что тебе сделают предложение. Пока никаких предложений не поступало, прежде чем принимать какое-либо решение, посоветуюсь с разными людьми. В том числе, может быть, и с вами, Ольга. Очень хорошо. Тогда скажите по-другому. Хотелось бы вам участвовать? Вот, наконец, перестать рассказывать по эху Москвы, что нужно делать, а прямо вот реально быть законодательным. Я надеюсь, что, тем не менее, я буду приходить, и мы будем общаться и все обсуждать. Значит, у меня была в свое время попытка поучаствовать в выборах. Она закончилась неуспешно, потому что, значит, меня просто сняли с выборной гонки. И это, кстати говоря, одна из иллюстраций устройства выборной системы. В чем вас обвиняли? Да, собственно, в некой нелояльности по отношению к власти. Но дело в том, что это все... Прямо прямую говорили? Да, все это было одновременно настолько туманно, некрасиво и сопровождалось разного рода пропагандистской Это так интересно, скажите, с кем вы беседовали и к кому вы были нелояльны. Вы что, не помните всю эту историю? Ну, расскажите еще. Хорошо, но к ней мы еще как-нибудь вернемся. Тем не менее, отвечая на ваш вопрос о собственном желании или нежелании, единственное желание, которое у меня есть, это что-то всерьез менять в стране. Если, например, у меня возникнет возможность через депутатские запросы помогать конкретным людям, менять конкретную ситуацию, высвечивать конкретные вопросы несправедливости. И каждый раз, кстати говоря, если вдруг вот так карта ляжет, и я соглашусь на все это, и вдруг там стану депутатом, я, разумеется, буду отчитываться каждую неделю о том, что мне удалось сделать, кого я принял и кому удалось конкретно помочь. Вот с такой утилитарно-практической точки зрения, ну, может быть, например, одна из тем, это культура, кстати говоря, это толстые журналы, которые выкидывают на задворки. Конечно, вот эта упомянутая вами корочка дает больше возможность просто позвонить, обратиться к какому-то чиновнику, спросить с него, потом обнародовать его позицию. И там сейчас и Новый мир говорит о том, что нет поддержки финансовой, в библиотеки не поступают, журналы. Вообще, закрытие библиотек как таковых и книжных магазинов, это то, что, мне кажется, должно тревожить любого человека, для которого важна культура в нашей стране, вне зависимости от его воззрений. Скажите, Сергей, вот совсем несколько секунд буквально остается. От какой партии вы бы согласились баллотироваться? Или наоборот не согласились? Может быть, есть такая партия? Нет. Вот и с этим никакой. Давайте мы сейчас не будем гадать на кофейной гуще. Я не гадаю, я просто вас спрашиваю. Вы же человек определенных взглядов. Единственное, пусть никому обидно не будет, но я бы не хотел бы связывать себя политически с тем, что называют сегодня партией власти. Так, а ЛДПР, например? Вы сейчас хотите по методу, значит, гадания, можно на бусах погадать. Хорошо, мы погадаем на бусах. Сейчас будет перерыв. Это Сергей Шаргунов, писатель со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. На студии писатель и журналист Сергей Шаргунов. Сергей, мы, перечисляя всякие партии, дошли еще до одной важной темы, потому что 5 марта, в день рождения, о, бардон, в день смерти Иосифа Сталина была акция у Кремлевской стены, возлагали чудесные совершенно одинаковые гвоздики в большом количестве. Все, в общем, было так организовано, я бы сказала. И вот, во-первых, вопрос от Дмитрия. Вы бы возложили, или, может быть, вы возлагали, я не знаю, венки и цветы к могиле Сталина, и кем он был для вас. А еще у меня будет вопрос по поводу нынешней партии коммунистов. Ну, сначала скажите, вы как-то почитаете вождя народов? Дело не в возложении тех или иных цветов, а дело в глубине раскола, который поразил наше общество. Чем больше у нас олигархов в списке Форбс, чем страшнее социальная несправедливость, чем сильнее цинизм и обман наших чиновников, которые в страстном танце переплелись с предпринимателями, крупными бизнесменами, тем выше рейтинги Сталина в сознании людей. А в вашем-то сознании? Вся история XX века полна как страшных, так и славных событий. И на мой взгляд, все то, что происходило тогда, оказывается, ну, просто нужно кому-то для того, чтобы лишний раз политизировать актуальные сегодняшние проблемы. Потому что, ну, странно было бы отрицать и то, что было большое количество неправосудных приговоров, были репрессии. Совершенно очевидно для меня то, что все, кто сидел невинно в лагерях, должны были быть освобождены, что нужно было реабилитировать всех невинных жертв. Это моя позиция. Одновременно с этим те, кто пытаются перечеркнуть красный проект Советский Союз, сказать, что все было преступно и отвратительно, грешат против истины, говорят неправду. Очень часто, и это, кстати, одна из тонких и сложнейших проблем нашей жизни, сами десталинизаторы. Так происходило и в 60-е годы, после, значит, 56-го года, после 20-го съезда. Так происходило и во время перестройки. Сами десталинизаторы – это потомки активных участников исторических событий 20-го века. Просто сами активные участники, если вы говорите о Хрущеве, который был десталинизатором в первом. Это само собой. Я вообще считаю, что Никита Сергеевич в значительной степени просто расчищал для себя политическую площадку, решал собственные задачи. Но люди из тюрем отпускали, это же тоже нельзя делать. Да, и надо, конечно, помнить и то, что отпускали и в 1953 году. Надо помнить, что и Берия уже в марте 1953-го написал текст по поводу убийства Михоэлса и приказал арестовать его убийц. И в апреле было закрыто дело врачей. Санта Берия был справедливо осужден? И вот, кстати, интересная иллюстрация, что господин Хрущев на своем докладе огромное количество привел нечестных сведений, тем самым подчеркивая смутно-конъюнктурный характер этого выступления. В частности, если вернуться к этому тексту, Лаврентий Павлович Берия объявляется никем иным, как агентом иностранных разведок. Классика. Это классика. Все были агентами иностранных разведок, включая Крестин. Сталин, оказывается, решал военные сражения, крутя глобус. И, как вспоминали многие героические участники Великой Отечественной войны, хотелось встать и закричать, но это же неправда. Но промолчали. В свое время Иван Бунин, когда Сталин полетел на Тегеранскую конференцию, говорил, как я ненавижу большевизм, я живу вне Родины, я не приемлю распад Российской империи. Но кто мог подумать, что сейчас я, старик, трепещу и волнуюсь за жизнь того, кто, будучи лидером советского государства, летит туда представлять интересы этого государства, побеждающего в самой страшной войне. Эта позиция понятна и известна, так же, как и Версинский. Сергей, пройдите, а ваша позиция какая? А моя позиция стоит в том, что 20 век это сложнейшее явление. Я не про 20 век спрашиваю, я спрашиваю про конкретного человека. А вы хотите все упрощать? Вы знаете, когда в России ставят памятники Ельцину, когда в России открывают музей Ельцину... Да я не побоюсь этого слова, и Шургунову могут поставить памятник. Да? Абсолютно. А почему нельзя поставить памятник Сталину в таком случае, Ольга? Я не говорю, что нельзя. Я же не сказала, что нельзя в России поставить памятник Сталину. Я вас хочу спросить, позиция ваша, Сергея Шургунова, состоит в чем? В том, что десталинизация вредна? Моя позиция стоит в том, что под видом десталинизации в стране снова и снова навязывают комплекс неполноценности. Тогда объясните. Люди, чьи предки были участниками гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, были начальниками ГУЛАГов, были в руководстве НКВД, были в партийной верхушке. Вот их потомки зачастую, вот это просто становится на самом деле примером. Это некоторый странный такой прецедент. Они в 60-е и в 80-е выступали главными десталинизаторами. Но, может быть, ребята... А люди, у которых репрессировали всю семью и которые сейчас возлагают цветы к памятнику Сталину, они вам симпатичны и понятны? Люди отдают дань великой победе, в самой страшной войне в 20-м веке. А победил один человек? Я вам хочу только сказать одно. Александр Вертинский, несмотря на все опасности и угрозы, просившийся в Советский Союз, кстати говоря, даже в 1937 году, все знали, что происходит, и который наконец вернулся во время войны и объехал фронта, написал такие стихи, ставшие его песней. «Чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимая парад, сколько стоил ему Севастополь, сколько стоил ему Сталинград». А стихи эти заканчивались словами «Над военной картой России посидела его голова». Нет сомнения, что все невинные жертвы – это страшно и ужасно. Я просто считаю, что те, кто пытаются использовать тему пострадавших, не имеют прямого отношения к трагедии невинного русского народа, который прошел через гражданскую войну, через становление государством, вам непонятно, подумайте об этом. Понимаете, что есть вопросы гораздо более глубокие и серьезные, нежели листовочное клиширование. Почему все те, кто сегодня нападает на советское прошлое, которое было очень разным… Советское прошлое – только Сталин, я правильно понимаю? Нет, конечно. Почему коммунисты ориентироваются на него? Но это и стремительная индустриализация, это строительство тысяч… Это первый человек в космосе. Тысячи заводов, понимаете, подождите, строительство тысячи заводов, когда страна оказалась готова к войне. Все, что происходило в России в 30-е годы, было в том числе сопряжено с пониманием, что в любой час на нас нападут те или другие. И поэтому командиров препрессировали, да? Я сейчас не занимаюсь оправданием тех или иных, в том числе, злодеяний. Я вам просто говорю, что нужно видеть и понимать исторический контекст. И все-таки страна выиграла, несмотря ни на что, победила, разгромила самую мощную и самую страшную военную машину в мире. Почему знаменем людей? Под которую стремительно ложились все без исключения. Ложились те же французы. И, кстати говоря… Сергей, скажите, почему знаменем людей, которые считают, что Советский Союз – это наше великое прошлое, и мы его должны как-то в себе сохранять, почему знаменем становится Сталин? Почему не Ленин, в конце концов? Почему не Хрущев? Почему не Андропов, который тоже страшно популярен, насколько я знаю? Почему именно Сталин? Вы знаете, если посмотреть логические, кстати говоря, опросы, то самой популярной исторической фигурой 20-го века у граждан России является Леонид Ильич Брежнев. Ну, потому что все, кто ныне живет… Я вам хочу сказать, что в целом советское прошлое и страшное, и сложное, и мучительное, но и, конечно, славное остается важнейшей частью нашей истории, потому что в главном Советский Союз наследовал Российской империи. И полет в космос был, конечно, заложен еще до Крущева всей нашей наукой и всей нашей промышленностью. Да, это так. Ну, тогда нельзя сказать, что достижения Сталина были заложены до 1913 года. Ну, слушайте. Вы столько что сказали, что… Важные, кстати говоря… Наследие Российской империи. Послушайте, значит, важные вещи, да, были заложены некоторые. Например, строительство Транссибирской магистрали. Александр Третий, преодолевая влияние своего окружения, сказал, нет, мы будем строить. И потом мы увидели в годы Великой Отечественной войны, что именно эта железная дорога нам принципиально пригодилась. Но ни один человек не будет отрицать, что страна под лозунгом «Если мы не станем сильными, нас просто сомнут и уничтожат» построила крупнейшие предприятия. Об этом, кстати, отличный роман Валентина Катаева под названием «Время вперед», когда на энтузиазме, не надо все объяснять ГУЛАГом, на энтузиазме миллионов коммунистов, комсомольцев строились… – Я считаю, что и война тоже на людях выигрывалась. – Магнитка, Дни Прогресс, тысячи предприятий. И, конечно, люди, уходя в бой, очень многие писали, прошу считать меня коммунистом. Поэтому сказать, что все это преступно, это, конечно, не правда. И понимание нашей истории должно строиться на ключевых вещах, на законности и на человеколюбии. Китай, Китай после МАО, Китай Дэн Сиапина принял решение строить страну на современных рыночных основаниях, но строить мощную державу. Они не занялись бессмысленным и бесплодным покаянием, кланяя всему миру и рассказывая, что мы такие плохие. К сожалению… – И советизация не происходила. – Нет, к сожалению, она же проходила бесконечно. В конечном итоге государство и партия, государство и партия, и, кстати говоря, упомянутая вами Коммунистическая партия Российской Федерации, все признали, что были необоснованные репрессии. Все признали. Если вы не знаете, можете обратиться к документам. Чего же более? Но нам предлагают третью, четвертую, пятую волну десталинизации. Все, кто не могут успокоиться. Но если спросить у этих людей, а как вы относитесь к тому, что в результате распада Советского Союза заплыхали страшные гражданские конфликты, что было убит миллион жителей Таджикистана? – В результате распада Российской империи такие конфликты – Как вы относитесь к Первой Чеченской войне? Вот вы все говорите, мы были не готовы к Великой Отечественной. Давайте спросим тех, кто еще здравствует, тех, кто принимал тогда решение, кто погнал наших необстрелянных мальчишек на штурм, новогодний штурм города Грозного. Был ли у страны глава государства тогда? Был, наверное? – После этого прошло уже много лет. – Ах, вот оно что. – И нас реализация возможна была. У нас были тучные годы. – Вы про что? Про Чеченскую? – Нет, я говорю про то, что дальше страна могла развиваться так, как вы рассказываете. – Просто, когда нам рассказывают, что массовое на всю страну отравление паленой водкой, умиршление наркотиками, бандитские разборки, голодуха и безработица, невыплачивание пенсии и зарплаты. – Это вы сейчас про 2010 год говорите? – Не карпайте, Ольга. Надеюсь, этого не будет. – А я про него спросила. – Все это, то, что мы наблюдали в результате социального эксперимента, это все милые издержки. Вот это просто невидимая рука рынка. Вот это, конечно, преступная и безответственная позиция. – А невидимая рука Сталина – это так небольшие издержки. – Нет, смотрите, и чем больше у нас будут в розовых тонах, идеализируя, рассказывать про 90-е, не принося никакого покаяния внутри страны, тем больше и чаще народ будет с симпатией относиться к временам, когда строили страну через страшные жертвы, но строили, а не разрушали. – Сергей Шургунов, писатель со своим особым мнением и надеемся в недалеком будущем политик. Всем спасибо, всего доброго. – Спасибо, Ольга. – Спасибо. – Спасибо.